Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от Адая» и с вами я, актер Владимир Ямненко. Дорогие друзья, все вы знаете, что минута смеха продлевает жизнь на 5 минут. А мы с вами встречаемся ежедневно на 8 минут. Это получается 8 умножить на 5, получается 40 минут продления жизни. А если 40 минут умножить на 365 дней, это получится больше 240 часов. Это то есть больше 10 суток за год мы продлеваем себе жизнь. Поэтому общаемся и живем долго, друзья! Ну и конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы мы с вами завтра встретились. Ну и остальные атрибуты там, лайки, комментарии. Да, за комментарии вы знаете, можете получить приз. Ну что ж, пользуйтесь своими привилегиями, а мы начинаем. Вы знаете, дорогие друзья, а что ни говори, а раньше было лучше, намного лучше, намного. Посмотрите, машин было мало, вообще там пару штук. А сегодня у меня такое впечатление, что эти твари специально покупают машины, чтобы создавать пробки на улицах. Дорогие друзья, на сегодняшний день в соцсетях ходит очень много советов, как одержать победу над самим собой. И я вам скажу так, на самом деле, это очень просто. Просто нужно чуть-чуть себе поддаться, и все. Ну не, я понимаю, конечно, как бы с одной стороны это будет не совсем честно, а с другой стороны, а кто об этом узнает? Папа сидит на кухне, бухает, и вдруг маленькая дочка кричит со спальней, папа, папа! Он забегает в спальню, она ему говорит, пап, расскажи мне на ночь сказочку. Говорит, ну, слушай, доченька, вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Она говорит, спасибо, папа, это моя любимая сказочка. Мужика пригласил друг на свадьбу своей дочки. Ну, тот приходит, сел за стол рядом со своим другом, ну и горько наливается, выпивается, кушается, а друг не ест, не пьет. Тут ему говорит, э, Вовчик, ты чего? Говорит, да ты понимаешь, обнаружили у меня язву желудка. Так вот, доктор запретил мне все жареное, пареное, вот это все запретил, водку запретил. Говорит, у-у-у, бедолага, ну ладно. На следующий день продолжение банкета, ну, как говорится, второй день свадьбы. Тут приходит Вовчик, наливает себе рюмочку, быстренько берет жареную рыбку, тут себе салатик оливье. А Серега смотрит на него, говорит, Вовчик, подожди, ты же вчера сказал, что у тебя язва, тебе все запретили. Он говорит, так я врачу дал 25, он мне все разрешил. Друзья, у меня идея. Не, ну, это правда, это идея. Слушайте, а что если людям сказать, что мозг это приложение? Они же начнут его использовать, а? Как? Друзья, говорят, кто вспоминает прошлое, значит, стареет. Друзья, я предлагаю, а давайте занырнем и посмотрим на меня молодого, красивого, с голубыми глазами, высокого блондина. Смотрим. Девушка задержалась у парня дома в гостях, они пили чай, общались, и вот она говорит, ой, поздно уже, мне пора домой. Он говорит, хорошо, давай, до свидания, только ты смотри, будь осторожна на улице, сейчас много на улице хулиганов. Если вдруг начнут приставать, ты кричи, хорошо? Она говорит, хорошо. Вышла на улицу, проходит буквально пару минут, и вдруг парень слышит с улицы, хорошо, 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 хорошо. Я не знаю, вот если человек говорит, что книга лучше, чем фильм, ему просто никогда не делали миниет у кинотеатра. Америка, Техас, Салун. Сидят две барышни за столиком, одна другая говорит, ой, дорогая, а что это за парень стоит возле стойки? Говорит, о, это король червей. Она говорит, о, что ты говоришь, он что, такой сердцеед? Говорит, нет, у него просто глисты. Вот знаете, я вам честно скажу, некоторым людям за вредность нужно давать не просто молоко, а молоко с селедкой. И чтоб съели при вас. Звонит подружка своей подруге. Говорит, алло, Танюха, привет, чем занимаешься? Так говорит, да вот, вчера мой сказал, что между нами пропала искра. Я вот купила электрошокер, попробовала, сейчас очнется, еще раз спрошу. Гриша пришел домой из лесу, насопирал полную корзину грибов. Жена ему говорит, Гриша, а как определить, съедобные это грибы или не съедобные? По будильнику. В смысле, как по будильнику? Ну, если утром услышишь будильник, значит съедобные. Друзья, а есть и хорошие новости. Закон, который запрещает лизать зимой качели, не прошел во втором чтении. Жена заходит в комнату и говорит, дорогой, мама приехала. Как это она так быстро? Она что, такси взяла? Маленький мальчик вставляет свои пять копеек. Говорит, нет, бабушка приехала на метро. Папа смотрит на сына и говорит, правильно говорить, не на метро, а на метле. Мужик жалуется своей любовнице. Да что сказать? Я не знаю. Вот я, я по гороскопу стрелец. А жена постоянно хочет из меня сделать козерога. Успокойся, миленький. Ну, успокойся, дорогой. Я тоже по гороскопу дева. Ну, если хочешь, можешь сделать меня раком. Идет по улице пожилой человек, спокойно, так с тростью. Вдруг рядом с ним останавливается шикарный Мерседес. Из него выходит молодой человек и говорит, Лазар Соломонович, здравствуйте. Тут присматривается и говорит, о-о-о. Сидоров? Володька, ты что ли? Да, я, Лазар Соломонович. Ну, как? Рассказывай, как ты в жизни? Чего добился? Помогла ли тебе моя математика? Он говорит, конечно, Лазар Соломонович. Вот помню случай как-то был. Ключи от машины упали в канализацию. Так я нашел кусок проволоки, свернул ее интегралом и достал ключи. Ну, что ж, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. Хотел бы вам пожелать долгих лет жизни. Ну, а вы не забывайте комментарии, лайки, ну и обязательно колокольчик. Для того, чтобы встретиться с вами завтра. А на сегодня пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова